МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Сегодня вы увидите настоящих китайцев, они с вами поговорят. Но у нас в Казанском университете есть очень талантливые, отлично владеющие китайским языком преподаватели, вот такие, как Светлана Юрьевна Глушкова. Она с целой группой студентов ознакомит вас, попытается заинтересовать китайским языком и культурой. Итак, я приглашаю на сцену Светлану Юрьевну Глушкову. Здравствуйте! Меня зовут Елин, профессор. Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Ребята, ну давайте начнем с того, что я сегодня с вами поздоровалась, и мы обязательно должны выучить то, как мы здороваемся на китайском языке. Но я хотела бы представить вам наших китайских гостей, которые также будут мне помогать говорить на китайском. Проходите. Чтобы вы слышали, как разговаривают и носители языка, и неносители языка. Хотела бы сказать, что я вам буду на экране демонстрировать немножко иероглифы и транскрипцию. Вы прекрасно знаете, что китайский язык, он тональный. Тональный язык – это тогда, когда вы меняете голос, выше произносите, ниже. Но давайте мы сейчас сначала посмотрим. Если мы говорим «нихао», то я прошу вас, чтобы вы изображали так же, как мы говорим. Старались передразнивать. Вы же знаете, кто такие обезьянки, да? Знаете, как они передразнивают. Вот точно так же надо передразнивать. Давайте я произнесу, а вы попробуйте за мной и за нашими друзьями повторить. Сначала я произношу, да? Ни-хао. Ни-хао. Так, а давайте послушаем. Ни-хао. Ни-хао. Ребят, получилось, все запомнили? А еще я даю вам установку. Сегодня обязательно нам нужна ваша память, потому что у нас будет очень много слов. Расскажу, каких. Здороваться мы с вами научили. Скажите, пожалуйста, скоро какой праздник у нас наступает? Правда, да, но в Новый год в Китае празднуется, как там вот у нас вопрос есть. Пожалуйста, вот очень хочет молодой человек. Новый год в Китае бывает весной. Да, Новый год в Китае действительно бывает весной, но Новый год, который у нас проходит, 1 января наступает в России, они также празднуют. Но для того, чтобы научиться поздравлять с Новым годом, сначала вы мне, давайте я вам покажу следующий слайд, иероглифы видно всем, да? Вот там есть звукобуквенная пи, это мы называем его, да? Звукобуквенная передача китайских слов. Давайте мы с вами вместе попробуем его произнести. Синь-нян хао. Синь-нян хао. Молодцы, вообще здорово получается. Ребят, скажите, пожалуйста, а какой год наступает у нас следующий? Синь-нян хао. Свинь-ни, где-то я слышу, свинь-ни, свинь-ни, год свинь-ни. Правильно, фэй шампан. Смотрите, ребят, а вы знаете, что в Китае, в общем-то, вот эти вот знаки, которые у нас ежегодно появляются, да, символы года животных, они именно пришли из Китая. А сколько их всего кто-нибудь знает, ребят? Давай. Молодец, фэй шампан, 12. Ребят, а давайте попробуем мы сегодня вам до начала нашего урока, нашей лекции, мы вам раздали картинки. Я сейчас прошу вас внимательно смотреть на свои картинки, внимательно запоминать животных, которых мы проходим с вами. Мы сегодня постараемся все 12 животных выучить на китайском языке. Но, ребят, сейчас будет мультик про легенду, почему же их всего 12, и как так получилось, что мышка стала первой в этом ряду. Давайте мы посмотрим, а мы посмотрим и потом обсудим. 十二生肖的故事 十二生肖 первый, в домах урока, до начала хул, dzieci, пark, walk, bass, пиратил, памありがとうございます. 原来, emergencyή прогулка Девушки отдыхают 猫和老鼠既是邻居又是好朋友 它们都想去报名 猫说 咱们得一早起来去报名 可是我一睡着了就醒不过来 这怎么办呢 老鼠说 别急别急 你尽管睡你的大觉 我一醒来就来叫你 咱们一块儿去 你真是我的好朋友 谢谢你 到了报名的那天早晨 老鼠早就醒来了 可是它光想着自己的事 把好朋友给忘了 它匆匆忙忙的出了门 发现牛已经在路上了 赶紧追上去 可牛的个子大 卖的步子也很大 老鼠呢 个子小 卖的步子也很小 老鼠跑得上气不接下气的 才刚刚跟上牛 老鼠心里想 嗨 路还远着呢 我快跑不动了 那可怎么办呢 它脑子一转 想出了一个好主意 就对牛说 牛哥哥 牛哥哥 我给你唱个歌吧 好啊 好啊 你唱吧 老鼠就嘴巴 一张一合的唱起来 牛听了一会儿 奇怪 什么也听不到啊 诶 你怎么不唱啊 我正在唱呢 你怎么没听见 哦 大概是我的嗓子太细了 这样吧 让我骑在你的脖子上 在你的耳朵边上唱歌 你就能听见了 好啊 你上来吧 老鼠就沿着牛腿 一直跑上了牛脖子 让牛拖着它走 可舒服了 它就摇头晃脑的 唱起歌来了 牛哥哥 牛哥哥 过小河 过山坡 快点呐 牛听了 可高兴了 撒开四条腿 使劲的 跑啊 跑啊 跑到泡泥的地方一看 一个人也没有 高兴的 懵懵的叫了起来 妹儿 我是第一名 我是第一名 牛话音还没落呢 老鼠就从牛脖子上一蹦 蹦到了地上 只溜一窜 窜到牛前面去了 结果呢 是老鼠得了第一名 从此在十二生箱里面 小小的鼠给排在最前面了 老鼠被选上了 高高兴兴地回到家里 这才想起他的好朋友来 他跑到猫的家里一看 哎呀 猫还在呼呼睡大觉呢 猫没去报名 当然就没被选上了 你说他该有多生气啊 打那以后 猫见了老鼠就咬 直到现在 还是这样 так скажите мне пожалуйста как мышка оказалась самая первая из 12 годового цикла кто-нибудь понял нет не поняли давайте мы подумаем давайте я вам немножко расскажу смотрите ребят оказывается Бог объявил такое соревнование что за 12 значит что обязательно ну всем животным значит слух пустил что тот кто первый в день соревнования придет и зарегистрируется на входе во вратах значит да тот и получит к себе целый год да и значит а мышка то самая маленькая была да маленькая же мышка была ребят да вот мышка была самая маленькая и она решила всех обхитрить но оказывается раньше ребята они с кошкой очень дружили мышки мышка с кошкой вот но что случилось то кошка что случилось в день когда они должны были бежать на соревнования говори она не предупредила ее из то что та спала а та мышка она подумала из то если она ее разбудит то кошка станет самой первой а без кошки она будет самой первой ну ты знаешь там злого умысла на самом деле не было просто мышка когда решила бежать первой на соревновании да она решила что она только так торопилась что забыла разбудить кошку на самом деле они действительно были друзьями да ну и в итоге но когда она выбежала кто там на дороге был уже корова была да корова была ребят но корова же большая и мышка поняла что она не может за ней бежать и что она придумала она придумала ее немного когда болтала в беге она немного ее начала как-то усыплять например например когда хочешь спать вот бежишь-бежишь уже устаешь еще блин все что-то барбочит под нос тебе хочется спать одновременно же такое она потом еще залезла и за это она первая ребят ну там варианты давайте кто еще хотел мышка получается залезла на корову и получается обхитрила быка ну чуть-чуть добавлю да действительно она залезла на корову она сказала давай далеко же бежать давай я тебе попою песенку а начала петь а мышка а корова говорит я тебя не слышу она говорит ну конечно ты не слышишь на самом деле она молчала просто да хитрая была она говорит конечно не слышишь а давай давай я тебе ближе к уху сяду и спою и вот и поехала на ней и когда прибежали мышка бегом слезла с коровы и сказала что я первая прибежала раньше тебя да действительно мышка получила получается корова уже обрадовалась что она была первой да на самом деле она спрыгнула с коровы и получила что она первая и вот в этом 12-ти годовом цикле да у нас получилось что мышь как раз самое первое животное ребят давайте дальше давайте дальше мы посмотрим с вами животных и постараемся их выучить давайте первое у нас как раз будет у нас с вами шоу за мной повторяем Следующий Дальше 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 Дракон Дальше 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 蛇 马 马 羊 羊 羊 猴 猴 猴 鸡 鸡 鸡 鸡 鸡 鸡 鸡 鸡 Ребят, а теперь поиграем в такую игру. Я говорю, животное, а вы встаете, вы карточки все достали? Все, у всех есть карточки, приготовились? Я говорю животное, ребят, а вы встаёте тот, у кого эта карточка. Называю я животное по-китайски, а мы потом разберёмся, кто же запомнил, а кто нет. Ребят, шу, кто такая? Мышка, все встали, у кого мышка? Шу, ха, дзоба, дзоба, садимся. Нё, кто это нё? Корова, 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 нё. Встаём, 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 нё. Дзоба, садимся. Ху, тигр. Да, ху, ла ху. Молодцы, фейшан хао, цо. Ту, ту. Зайчик, кто зайчики? Вот зайчики, фейшан хао, хао, ше, ше, ше. Молодец, змея, ше, фейшан хао, змея, у кого змея? Ше, ло, садимся, дзо. Лонг, лонг, дракон, молодец, фейшан хао, все запомнили, да, лонг. Хао, дзи, дзи, петух. Дзи, хао, цо. Гоу, собака. Гоу. Встаём, 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 встаём. Зарядку делаем, встаём. Цо, фейшан хао. Чу. Свинья. Да, следующий год у нас, все запомнили, как будет следующий год. Чу, да, у нас. Чу. Чу, хао, цо ба. Ма, ма. Лошадь, лошадь. Ма, фейшан хао, цо ба, цо ба, цо. Фейшан хао. Хао, ян, ян. Козлёнок, овечка. Так, фейшан хао, цо. Цо. Хо, хо. Молодец. Хо, хо. Обезьянки. Кто обезьянки? Хо. Хо. Хорошо. Ребят, а теперь... А теперь, ребят, давайте, чтобы вы смогли поблагодарить нас за то, что мы провели с вами лекцию, да, наверное, нам надо выучить, научиться говорить спасибо. Правда ведь по-китайски? Нет. О, кто-то знает. Кто знает? Давайте. Си-си. Да, почти. Давайте теперь в тон. А давайте теперь правильными тонами, давайте вместе со мной. Си-си. 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 Так, давайте мы теперь ещё поговорим с нашими друзьями. Си-си. 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 Ага. Си-си. Хорошо, ребят, но, во-первых, я попрошу вас, вот мы сейчас, когда закончим с вами лекцию, да, то вы, пожалуйста, не забудьте нас поблагодарить, да, и вместе сказать си-си. Но мы ещё должны с вами потом до свидания сказать друг другу, правда ли? Так, кто знает, давайте поговорим. Си-си-си. Си-си-си. Ребята, давайте теперь вспомним. Мы сегодня с вами выучили четыре фразы. Мы обязательно должны их все запомнить. Начнем с того, что поздороваться, это у нас будет НИХАО. Вместе. Поздравим с Новым Годом всех. СИНЬНЯХАО. СИНЬНЯХАО. Ребята, ну вы должны знать, что в китайском языке это, естественно, не одно поздравление, да, что есть другие еще варианты, поэтому я думаю, что кто захочет изучать китайский язык, кто-то сможет потом дальше углубиться и узнать, какие же все-таки варианты поздравления с Новым Годом еще есть. Ребят, дальше мы благодарим всех. СЕСИЯ. СЕСИЯ. Вспоминаем, какой год следующий по-китайски будет у нас. ЧУ, да? ЧУ, ЧУ, ЧУ. Ну и говорим всем до свидания. ЦАЙТЕН. 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 Ребята, я хотела бы поблагодарить вас за занятия. Давайте поблагодарим вместе Светлану Юрьев, наших китайских студентов, студентов Института международных отношений. ЦАЙТЕН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин